Вот, запись, чтобы не забыть ее потом включить. Вот, мы первый раз с вами встречаемся в новом году. Прошлый раз по техническим причинам наша встреча не состоялась, но ничего страшного. Тем не менее, год начался, и мы с вами в работе. Еще раз поздравляю с теми праздниками, которые прошли, и с тем, которые вот-вот наступают. Значит, с чем мы сегодня будем работать? Вы видите, что возможность использования бизнес-приложения Upline в личном кабинете и построения стратегии инвестора. Вот это в основном и будут эти два вопроса, которые сегодня мы затронем. Немножко о том, где я вообще сейчас нахожусь и что я делаю. Значит, ясно, что я делаю. Я веду, начиная вебинар. Вот, но находимся мы уже несколько там человек из команды Skyway Capital. Мы находимся в Словакии. В субботу и воскресенье будет здесь форум, который организует в Словакии, европейский форум. Ожидается достаточно много людей из Центральной Европы, из Восточной Центральной Европы. И мы сейчас готовимся к тому, чтобы этот форум прошел нормально. Это говорит о том, что интерес к Skyway постоянно растет. Люди хотят услышать о подробностях, задать вопросы. Причем задать вопросы не в вебинаре, а потрогать за руку, посмотреть внимательно в глаза, оправду ли Маслов там говорить или еще кто-то и так далее. Причем задать вопросы, которые зачастую, скажем, текстом и не задать и так далее. Поэтому такие встречи нужны и Capital их планирует систематически проводить в течение 2017 года. Ибо этот год для нас, как вы знаете, друзья, это я, наверное, повторюсь, наряду с другими теми, кто ведут вебинары, моими коллегами, что год, каждый год ответственный. 2017 он, ну, как бы особо ответственный. Заканчиваются все 15 этапов. То есть 15 этапов в этом году закончатся. Все. Это уже, как говорится, неминуемо. Второе, то, что технология, а само заканчивание этапа, это не сама цель или задача сама по себе. Это как раз факт, который произойдет, но за ним стоит сертификация. За ним стоит то, что открывается и начинает эксплуатацию использования экотехнопарка. Хотя это использование вовсе идет, но идет строительство, постоянно что-то достраивается, вводятся новые объекты, добавляются новые проекты. Рядом с экотехнопарком сейчас оформляется или почти уже оформлена там еще достаточно большая территория для производств и так далее. Полностью, вот-вот-вот, если я, может быть, не сильно ошибусь, если скажу, что или же уже перешло, или вот перейдет, значит, в пользование группы компаний Skyway, здание, производственный комплекс бывшего производства ее мобилей. И это уже наше производственное помещение, дорогие друзья. Так что процесс идет очень активно, вот, и это радует. Но наша задача, и вот я уже вчера вот вел на эстонском языке там вебинары, мне там задали вопрос, да, но вот видите, все идет так быстро, хорошо. Вы уже видели, где мы только что закладывали вместе с Анатолием Эдуардовичем капсулу времени, капсулу времени, три капсулы времени, 15, 50 и 100 лет. Вот, и уже чуть больше года прошло, и уехала вся картина. А, окей. Ага, спасибо, я извиняюсь, я не понял. Спасибо, Алексей. То есть плохо шло, да? Нет звука, сейчас звук есть? Есть. Так лучше, да, спасибо. Отлично. Тут немножко тормозит интернет, поэтому спасибо, Алексей. Он сегодня тоже помогает, так что ему большое спасибо. Ага. Так, значит, иначе я заговорился. И поэтому, дорогие друзья, все, весь процесс идет, и задали вопрос. Ну, хорошо, это все идет очень быстро, достаточно динамично, и, скорее всего, акции скоро кончатся. Ведь для нас основным продуктом, для многих, как мы считаем, является конечным итоги, является акции, которые подкреплены технологией, которые подкреплены всеми сертификатами, технология работающая. Тогда они обретают, естественно, свою полную силу, и они становятся еще интереснее. Мы с вами рассматривали, что фактически для нас три продукта, инвестиционных продукта, но они все, как бы, концентрируются в акциях. И могу вам сказать, что, на мой взгляд, на мой взгляд, я думаю, что я не сильно ошибаюсь, или вообще не ошибаюсь. Дело в том, что акции одни заканчиваются, начнутся другие акции, начнутся вообще инвестиционные процессы строительства трасс. Это будет немерено большое количество проектов, и наша с вами работа, инвестиционная работа будет абсолютно нужна. Мы будем в какие-то другие акции, по всей вероятности, возможность тоже будет инвестировать. Мы будем использовать те акции, которые у кого сколько сложилось в процессе инвестирования. не исключено, что внутренняя биржа в начале, впоследствии будут выставлены на общую большую биржу, международную биржу, еще другие акции и так далее. Ведь в конечном итоге то, что мы делаем, мы запускаем технологию, делается капитализация технологии, акции приобретают свою ценность и появляется ресурс для строительства различных транспортных систем. И в конечном итоге, естественно, выход абсолютно на следующий виток, который будет за Скайвеем, это так называемое околоземное производство, то есть выход на околоземную орбиту. Но это уже следующий этап, чтобы понимать, что деньги никуда в сундук или на остров не зарываются какие-то тайники, как Анатолий Дарвич говорит, а они будут использованы для дальнейшего развития, для улучшения экосистемы нашей матушки земли и для развития вообще на земле. И это радует, дорогие друзья, поэтому возвращаясь обратно к нашим баранам, я извиняюсь, о которых мы сегодня будем говорить, это возможности использования бизнес-приложения Upline в личном кабинете построения стратегии инвесторов. В дальнейшем в конце, то, что будет использоваться в структуре Upline и у нас в личном кабинете, я покажу вам одну таблицу стратегии инвесторов, когда мы говорим... Прерывание идет, да? Так, пропадает звук. Еще по-прежнему пропадает. Так, у многих идет прерывание звука. Так, что у нас там идет? Попадаете. Периодически интернет слабый у вас? Да. Почему-то он тут тормозит. Сейчас я посмотрю. Connected нет? Ну, в принципе, хороший. Бывает хуже. Что же делать? Тут нет, я перезагружаться не буду. Я постараюсь, может быть... Так, я сейчас попробую. Ну да, ну вот я запустил. Сейчас слышно. Сейчас слышно. Медленно говорит, да, спасибо, Донат. Я вот тоже думаю, что я слишком разогнался, и интернет не успевает за разговорчивым маслом. Говорливым верни, извиняюсь. Слышно урывками. Ну, нет у меня никаких приложений, в принципе, сейчас я посмотрю, что у меня там есть. Нет, у меня нету приложений, друзья. Да, вы... Единственное, что я попробую закрыть Skype, он действительно съедает много этого самого. Сейчас, одну минуточку. Я сейчас Skype закрою. Закрыть. Так, стоп. Нет, нет. Да, да, Skype выключить. Так, выход из учетной записи. Так, вышел. Так, сейчас должно быть лучше. Все. Спасибо. Ну вот, маленькая пауза. Ну ничего. Она на пользу. Поэтому немножко новостей, кроме той новости, что мы сегодня из Словакии, из горных высоких татр вещаем. Высокие татры. Здесь погода достаточно такая переменчивая. Сегодня весь день шел снег. Вот. Важно то, что в 2017 году, по всей вероятности, есть такое намерение ввести. И, значит, мы привыкли к пакетам, индивидуальным пакетам, забыли про то, что в прошлом году у нас были объекты, в которые мы, позапрошлом году были объекты, в которые мы инвестировали. И, скорее всего, мы это, не скорее всего, а это точно нужно будет вводить. Вопрос только в том, как. Так, чтобы это было и интересно, и полезно для экотехнопарка, и для всей системы, ну, как бы внедрения Skyway. Чтобы это было полезно и выгодно всем. И это возможно сделать. Причем, как говорят специалисты, с которыми, юристы, с которыми мы сейчас работаем, они говорят, что это даже и более, как бы, ну, понимаемо в рамках, правовых рамках европейского и, да и в большинстве мирового пространства. Когда инвестиция идет не в какой-то, ну, как бы, простой проект, в котором много элементов, как у нас, мы говорим, Skyway, Экотехнопарк. А когда четко говорится пакет инвестиций в Юнибус, пакет инвестиций в первый, второй, двадцать второй, или там шестнадцатый, извиняюсь, километр высокоскоростной трассы. И так далее, и так далее. И, соответственно, будут организованы, подготовлены предложения. Это как вариант, и это, вероятно, будет, потому что иначе нам, как бы, ну, достаточно трудно будет. И я бы сказал так, что сейчас идут переговоры и с юридическими лицами, это, как бы, уже вторая, второй блок, с которым тоже надо работать. Мы, в основном, с вами приняли, мы с вами индивидуальные, как бы, частные инвесторы, большинство из нас, у кого-то, может быть, есть компания, через которую они инвестируют. Но важным является и то, чтобы мы стали вводить и юридические лица, то есть предлагать компаниям инвестиции вносить в проект, в конкретные объекты и так далее. Тем более, это становится актуальным с момента, когда мы с вами сорганизуемся в ассоциацию. Поэтому это юридические лица. Теперь можно говорить о будущем, но я бы пару слов еще напомнил вам о, как бы, сырмяжном, простом, настоящем, где мы находимся. В ноябре, ой, извиняюсь, в декабре месяце было, с 1 декабря, если я не ошибаюсь, было, как бы, ну, изменена реальность по подарочным акциям. Но дала возможность тем инвесторам, которые являются пригласителями или для спонсоров, как мы их называем, как бы всколыхнуть ту среду потенциальных инвесторов, которые зарегистрировались и сидят счастливы и ждут, когда им 100 акций когда-то дадут, когда каждая акция будет стоить 100 долларов, например. Вот. Но это не работает, друзья, и поэтому сейчас тем инвесторам, которые приглашали, но люди не сделали инвестиции, можно, значит, как бы их еще с ними поработать. И за каждого, проинвестировавшись в это количество из таких людей, можно получить инвестор-пригласитель или же спонсор, получая 300 акций. На 300 долларов 300 акций. Вот. И это надо использовать, это будет у нас до конца января месяца. Есть целый ряд интересных пакетов, которые являются так называемыми рождественско-новогодними. Они до 20 декабря, извиняюсь, января, от 20 декабря до 20 января. Вот. И они дают возможность, я только обращу ваше внимание, значит, я сам как-то так вот поверхностно к этому делу отнесся, но вот совсем недавно обратил внимание, что там очень хороший дисконт, дорогие друзья. Пакет, например, 200 долларов по 9, как бы, рассрочек. Если человек вначале делает сразу 3 проплаты, то есть 200, 200, 200 на 600 долларов, и у него остается еще там проплатить, значит, 6 раз, и он это все завершает, то он в конечном итоге получает 400, чем-то там, 450, 449 тысяч акций, но дисконт, самое главное, при том же 200 пакете, который у нас обычный, получается 236, когда в том пакете обычном, там 180 не набирается, по-моему. Так что обратите на это внимание и прошу обращать внимание тех, как бы, приглашенных, которыми вы работаете. Это такой важный момент, на который я тоже хотел ваше внимание обратить, потому что мы сейчас все равно с вами придем еще, будем говорить о возможных вариантах, возможных вариантов, самых простых, которые у нас существуют на сегодняшний день в кабинете. Это как вариант, который просто проработан, потому что задают много вопросов, задают. Вот мои коллеги говорят, я сам, я сам небольшой маркетолог, но коллеги и по мере участия в форумах, в конференциях, люди задают вопрос, а что же лучше всего, как бы, куда инвестировать, в какой пакет выбирать, как делать стратегию инвестиций. Мы с вами тоже здесь на наших вебинарах говорили, что, дорогие друзья, очень важно выбирать свою стратегию инвестирования. Тут у нас по чату прошлось, что, а, у нас кто-то там 4 миллиарда уже акций имеет, или у кого-то кто-то имеет, ну, ошибки бывают, ничего страшного. 4 миллиона тоже хорошие акции, 40 миллионов тоже хорошие акции, 400 миллионов тоже хорошие акции, понимаете, да? А если 4 миллиарда, то тоже хорошие. Ну, сомневаюсь, что это 4 миллиарда, но суть не в этом. Важно в том, как человек пришел, значит, к этому. Если это имеется большая сумма денег, отлично. Он вложил, проинвестировал, получил в несколько приемов такой большой какой-то пакет акций. Но когда человек стартует и, скажем так, ну, обычные, из обычного статистического пространства возможных инвесторов люди участвуют, то, естественно, возможности другие, и всегда человек хочет выбрать, что лучше. И поэтому мы вот немножко посидели, подумали, и сегодня мы об этом тоже поговорим. Итак, дорогие друзья, возвращаемся обратно к Аплайн. Что у нас здесь, значит, очень важно сегодня отметить? Это то, что... Смотрите, стоп. Не это, это следующее. Так, не это. Сейчас. Я вам тут нагородил. А я сам еще не ввел этого приложения. Вот оно здесь. Хуя, нет пока, да? Угу. Ага, уже интереснее. Вот, значит, что... Это документ есть такой, там изложены все, как бы, шаги аплайновские. И первый шаг, это мы, естественно, когда приглашаем человека, то мы презентуем систему SkyWay. Страница презентации. Там, значит, возможность изменять язык существует. Это сейчас я просто прохожусь уже вот, как бы, по элементам. Ведь обычно, когда мы приглашаем и начинаем знакомить кого-то с системой, делаем ли мы это в компьютере, сидим ли мы рядом друг с другом, показываем ли мы на экран, неважно. Но это тот блок, с которым мы работаем. И поэтому это первая страница презентации, где можно изменить язык. Есть видеопрезентации различные, которыми можно воспользоваться, выбрать. Они уже стандартно подготовленные, вот, на соответствующем языке, которым мы пользуемся. Первоначально вводятся английский, русский, 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 эстонский языки. В дальнейшем, в ближайшем буквально, как только будет отработан весь все программное обеспечение, стыковки, будут переведены на следующие языки, которые у нас в личном кабинете существуют уже на сегодняшний день. И еще будут дальше иметь, там, как бы, развиваться. Регистрация в Skyway показывается, как это происходит. И там есть, так называемая, возможность перейти в центр ответов, вопросов и ответов. Как правило, там будут самые актуальные вопросы и ответы. Они у нас сейчас есть, ну, скажем так, можно двояко сказать. Если сейчас кто-то зайдет на сайт и посмотрит вопросы-ответы, значит, кто-то скажет, что да, актуальные вопросы, кто-то скажет, ну, не так актуальные. На этой стадии важно сегодня нам определиться, чтобы на стадии страницы презентации или момента презентации были бы правильные актуальные вопросы и актуальные ответы. То есть человек даже еще и не умеет задать, но когда мы ему показываем вопросы, говорим, не мы говорим, а даже дается комментарий с видео рядом, на ответы приводятся примеры. Причем это не какие-то там 15-20 минутные, а как я уже говорил, что это от 35 секунд до 2,5 минут. В это время можно все уложить абсолютно необходимую сжатую информацию о том, что мы хотим сказать. И таким образом страница презентации закрывается. Переходим, есть возможность в центр ответов. Я уже говорил, что в центр ответов это представление, значит, приветствие там, видео, создать аккаунт Skyway, да или нет. Значит, есть возможность создать, зарегистрироваться. Главная страница выбора языка опять, английский, русский и так далее. Найти ответ категории, значит, Skyway, вопросы, ответы. Вот я сейчас уже это как бы прокомментировал. Это все то, что будет возможно у нас в этом самом, значит, в кабинете и в пакете приложения. Значит, компенсационный план, план будет показан в виде, значит, категории, категории Skyway, вопросы так, подряд дое, другие вопросы так. Второе, компенсационный план, оплайн, возможности оплайн, новости. То есть, здесь будет такая возможность по вопросам и ответам. Это подраздел найти ответ. Далее, задайте вопрос, вопрос, имейл, есть возможность задать вопрос, получить имейлом ответ. И заканчивается этот этап или возможность всего этого центра вопроса ответов регистрации в Skyway. Страница авторизации дальше идет. Опять язык, имя пользователя. Вот, дальше мы переходим на следующую страницу. Так, не перешлось. Пароль, как ясно, ну, как идет дальше. Регистрироваться. Очень важно здесь зарегистрироваться. Хочу вам сказать, что очень интересная информация, мы сейчас ее анализируем. С начала года, с начала года до 8 января, я беру просто отрезок самый свежий, есть разные данные за прошлый год, но вот текущий год зарегистрировалось почти 1650, там чуть меньше, 1650 человек. За 8 дней этого года, казалось бы, шли новогодние праздники, но зарегистрировалось столько людей. Это говорит о том, что постоянно растет интерес к Skyway. Можно сказать так, сейчас идет анализ, здесь много так называемых холодных регистраций. То есть, люди где-то что-то услышали, быстро заскочили на сайт, зарегистрировались и забыли или отложили это дело. Но в Аплайне есть возможность с этим идти дальше, это зафиксировать, вернуться обратно, привлечь этих людей в структуру и так далее. И поэтому сама регистрация важна, но важно то, чтобы человек подошел бы к инвестиции. И вот здесь очень важно то, что, если мы посмотрим, что было сделано с начала года на 8 число, то зарегистрировалось 1650 человек, а проинвестировало, реально сделали инвестиции за этот же период. Из-за этого количества или плюс к этому количеству, это трудно сказать, но статистика есть статистика. 150 человек, то есть чуть меньше 10%. Достаточно, ну как бы процент не очень высокий, но он имеет место быть. Поэтому регистрация и ведение человека, зарегистрировавшегося дальше, очень важно. Вот, потому что здесь, поэтому и приводятся такие вещи, как, значит, вы здесь видите на экране сейчас. Сейчас, одну минуточку я возьму. Здесь видно, да? Значит, 3,5, первый раз. Вот там имя, фамилия и так далее, условия контрактов. Причем со всем этим делом надо очень внимательно знакомиться и людям обращать внимание на это, когда мы их ведем по регистрации через Аплайн. Теперь мы смотрим, значит, что идет дальше. Внутренний Аплайн. Что внутри еще есть? Пакеты Аплайн есть рекламные. Ну, там очень короткий ролик, да. Идет возможность отправки презентаций. Это не обязательно с человеком сидеть и с ним работать на месте. Ему можно это дело отослать через e-mail. Вот. Есть информация о пакетах. Действующий пакет из SkyWay. Действующий пакет, там будет, скорее всего, один-два пакета Аплайн. Они дают определенные бонусы. Вот. И виртуальный тур по панели управления Аплайновской, который показывает, как Аплайном пользуются. Центр контактов, статусы, значит, там дает возможность панель статусов. То есть, что такое статус? Это в каком статусе находится лицо, с которым контактируешься. Отсложенное является, он, значит, как бы отложил, или же с ним надо работать дальше. Презентация отправлена, пользователь не ответил. Презентация отправлена, пользователь ответил. Это все есть возможность там проследить. Пассивным он находится, или мейл открыт, значит, презентация открыта. То есть, очень хорошо все видно, что там конкретно происходит. В этом, в этом самом, с этим новичком. Регистрация открыта, значит, кто-то сидит, пытается, значит, посмотреть, как регистрироваться и так далее. Центр ответов открыт. Пробная версия активирована, потому что есть возможность, значит, даже до того, как ты зарегистрируешься, начинать пробовать пробную версию оплайн, извиняюсь, до того момента, как ты проинвестируешь. Использовать пробную версию оплайн, и тогда уже принимать решение, как ты пойдешь дальше уже с использованием оплайн, или просто инвестировать и пользоваться обычным личным кабинетом Skyway Capital. Поэтому такая возможность здесь тоже есть. Значит, там будет показано, что время пробной версии стекло. Пробная версия 7 дней календарных, когда ее можно пользоваться. Вот. Далее. Значит, есть пакеты различные, по ним идут здесь так называемые информационные вещи. Добавить новый контакт. Возможность, детали профиля, в каком он находится, список контактов, имя, фамилия. Все это здесь есть. Ну, видим, да? Ну, здесь я просто пролистаю. Подробности сейчас не суть столь важны. Редактировать контакт есть возможность. То есть, у нас есть возможность работать полностью с информацией. Не надо ее ни в какие записные книжки нигде записывать, потом забыть в какой записной книжке. Не записывать, не надо нигде файл хранить в компьютере. И да, это все потеря времени. Это все будет находиться как раз вот здесь под рукой, в этом конкретном пакете. Далее. Редактировать контакт, удалить контакт и так далее. То есть, можно с ним работать. Идем далее. Значит, смотрим. Просмотр контакта. Уже было имя. Идем дальше. История действий. Личные данные. Это мы прошли. История действий. Фильм показывает только комментарии. Что было, когда было. Отправлено, получено, прочитано, что сделано. Добавить комментарий. То есть, мы четко видим, что из себя представляет конкретный контакт в нашей структуре. Значит, это все до момента, пока он еще не проинвестировал, кстати. Это очень важно здесь понять. Насколько важно использование возможности этого приложения. История действий. Дальше. Значит, идет у нас прошли мы. Фильтрировать статусы. То есть, я имею в виду статус именно то, в каком позиции находится сейчас у нас конкретный человек, к которому мы идем к регистрации. Вот. Панель управления. Здесь на ней видны вещи такие, как... Сейчас я подведу... Ой, немножко проскатило. Сейчас возьму. Так. Что тут у нас ушла? Сделку не дает. Ну, ладно. Значит, здесь видно статусы. Отложенные. Ну, это все ясно. Про это мы говорили. Здесь повторяется. Здесь уже добавляется. Версия приобретена. Десятый пункт, смотрите, да? Закончился. Аккаунт Skyway. Но тут куплен не совсем правильно. И как бы он открыт. Версия приобретена. Пробная версия. И закончился. Приобретен пакет Аплайн на 6 месяцев, на 12 месяцев. Английский, русский. Можно их, значит, как бы скорректировать. Дальше. Значит, автостроитель бизнеса. Мы сейчас переходим как раз на этап, когда очень важно дальше человека подключить и как бы подовести его до инвестиции. И здесь стандартные те же самые варианты. Вот. Но несколько шагов. Давайте посмотрим. Смотрите, значит. Сейчас я попробую. Что-то у меня не открывается. Куда-то потерялась моя стрелка, но не важно. Ладно. Значит, смотрите. Шаг первый. Выбрать язык в презентации. Шаг второй. Выбрать контакты, с которыми будем работать. Шаг третий. Приглашение и звонок. Вот. Что давайте сейчас перейдем, поработаем с этим, да. Его можно пригласить, контакт или человека, можно пригласить на какой-то семинар. Можно поработать в интернете, в скайпе. Можно, значит, просто переписываться, если нет у него скайпа. То есть, в любом случае, режим можно выбрать на третьем шаге и работать с ним. Далее. Что здесь дается? Есть возможность различных использований. Вот этот шаг третий. Берем пункт 2, пункт 2, 3, пункт 4, пункт 5. Здесь есть, значит, видео, тексты телефонных звонков, которыми можно пользоваться и нужно будет пользоваться, а не выдумывать что-то, да. Они отработаны. Если вы считаете, вы можете под себя отредактировать этот текст, видите, там пункт, под пункт 2, есть под пункт или раздел B, редактировать текст. Удалить текст вообще, не пользоваться им и так далее. Список выбранных контактов, опять имя и так далее. Приглашение, шаблон электронных писем, которые надо отправлять и можно отправлять. Далее идет возможность, значит, тема можно редактировать. Какие темы вы используете в своей работе. Емейлы можно редактировать, номер мобильного телефона тоже, то есть этот массив вы редактируете по мере необходимости и возможности работы со своим составом людей. Ага, вот и стрелка нашлась. Значит, далее. Шаг четвертый. Итог. Четко фиксируется имя, то есть отображается имя и в каком статусе он в конечном итоге как бы остается после той работы, которая была проведена с ним. Дозвонился, презентация отправлена там, не дозвонился, презентация, а все-таки отправлена, да, видите здесь. Не дозвонился, отложено. И переходит соответствующий раздел тех, кто комбинируется по соответствующим, по этим статусам так называемым, внутренним. Далее идет купить пакет, вот, переход и переходим дальше. Так, сейчас я перейду обратно, опять стрелку потерял. Так, что там такое. Так. Достроитель бизнеса. Вот. И, значит, далее идет у нас последняя страница. Так, стоп. Сейчас посмотрим. Что ли здесь? Вот, седьмая, да? Сейчас она меняет. Ага. И идем дальше. Конечный продукт. Значит, у нас здесь дается маркетинг, где, ну, это уже не важно сейчас, это нам, это для нас сейчас не суть столь важно. То есть, таким образом, дорогие друзья, очень важно то, что мы проработав по всей линии возможностей, основной линии возможностей апплайна, сможем зарабатывать зафиксировать, значит, использование, зафиксировать то, в каком статусе люди, с которыми мы работаем, у нас находятся. И теперь я перейду, расскажу о возможности еще об одной, значит, которая есть таблица. Вот я прошу вас обратить внимание на эту таблицу. На определенном шаге, после того, когда человека мы подвели к точке принятия решения, какой пакет ему лучше выбрать, там будут несколько видео, вот, и будет дана вот что-то аналогичное таблице и возможности описания, что это дает. Я свел это в таблицу, давайте посмотрим такую вещь. Смотрите, здесь есть мелкие, малоэффективные варианты инвестиций, массовый, выгодный бизнес и стратегически эффективные инвестиции. И вот теперь давайте пройдемся по первому. Можно еще как-то подобрать, но человеку можно показать, в зависимости от того, значит, каковы его финансовые ресурсы. Первый пакет инвестиций, например, разовая инвестиция от 15 долларов, это простая инвестиция, дисконт 1 к 30 по нашей таблице. Но как мне мои коллеги говорят, что, дорогие друзья, мы уже выросли из этих штанишек коротеньких, да, когда мы были на стадии непонятности, была только технология, была личность Анатолия Эдуардовича Веницкого, было много желающих, как бы, заняться, по разным причинам заняться этим бизнесом, связанным со Скавей, и шли работы, связанные с подготовкой к технопарку, сертификации и так далее, и так далее. Два года назад, три года уже назад. Вот. Тогда можно было говорить о 15, о 20, о 25 там долларах. Но, тем не менее, сегодня у нас, как я уже в начале сказал, есть такой пакет, поэтому он здесь для контрастности приведен. Не пакет, извиняюсь, а возможность. Начинать свою стратегию, но это мелкие, малоэффективные инвестиционные, как бы, действия, варианты. Начинать с этого. Он дает 450 акций, это 450 долларов, которые, как бы, у человека аккумулируются и находятся в ожидании. Но, какой последующий шаг? Человек думает, ну, сделай, сделай, буду сидеть, чихать. Пока он не знает, куда идти, как идти дальше, то, естественно, используя оплайн, не используя оплайн, все равно начинает дело зависать. Но, если человеку показать и сказать, что, смотри, в дальнейшем, сделав такую, ну, примерился, вошел в кабинет, зарегистрировался, посмотрел, стал ходить на презентации, знакомиться, ну, хотя бы раз в месяц, например, да, то у тебя следующая возможность, ты хочешь, ну, нет средств много, да, по каким-то причинам, то следующий 50 на 8 месяцев рассрочку по 50. Это дает 400 долларов расходной, но уже дисконт больше, 1 к 120, то есть 4 раза выше, видите, да? Вот, это дает 48 тысяч акций, вот, или же на 48 тысяч уже долларов инвестиций. Таким образом, человек, начав, начав с мелкой 15-долларовой инвестиций, в конечном итоге, уже в течение, там, допустим, ну, 8 месяцев в данном случае, да, а может быть, он просто перешел, взял этот пакет, за 2 месяца заплатил 400 долларов, и у него уже 15, 48 тысяч 450 акций, или же у него портфель на 48 тысяч 450 долларов. То есть, это очень уже такой, как бы, что-то есть. Сегодня уже за такие деньги можно купить квартиру, в принципе, в большинстве городов, например, России, если мы говорим о России, да, и не только в России, например, даже в той же самой Эстонии. Вторая возможность, 15, он хочет больше, но разом, да, 130 долларов, здесь уже дисконт выше, то есть, когда мы его вводим, мы ему говорим, у тебя есть возможность, смотри, первый шаг, или первый вариант, второй вариант, но это мелкие, малоэффективные, но тем не менее, 130 долларов, одна инвестиция, дисконт почти в 3 раза выше, 1 к 85. Ты человек одной инвестиции, становится владельцем пакета акций в 11 тысяч 50 акций, что, скажем, соответствует соответствующему количеству тысяч долларов. И он говорит, а что мне дальше делать? Или мы ему говорим, а дальше ты можешь уже смотреть, осилил один раз по 130, дальше на 10 месяцев берешь по 100 долларов. Это в целом будет пакет инвестиций тысячу долларов, уже дисконт, видите, опять 2 раза выше, чем был, у тебя первая инвестиция была, а последующая инвестиция будет на 190 дисконт, и это дает что, 90 тысяч акций, на пакет, общий пакет почти 200 тысяч, 48 тысяч почти с половиной, а тут почти 200 тысяч становится со второй последующей инвестицией человека, или после ее осуществления. Ну, это такая, как бы, один срез. Мы переходим на следующий, человек говорит, нет, мне более интересно, я бы хотел заняться бизнесом, массовый выгодный бизнес или массовые инвестиции. Рассрочка, первый пакет для ознакомления, 200 долларов на 9 месяцев, 1800 долларов, хороший дисконт, 210, в целом это 378 тысяч, а если успеете это сделать до декабря, до января 20 числа, то еще выше, да, вот, с бонусного, вот, и это очень, очень неплохая инвестиция. Дальше, можно вообще уже человек, это скорее всего человек, который подключается к этому бизнесу, или начинает его рассматривать как бизнес, инвестиционный бизнес, и на следующем этапе ему можно уже предлагать и советовать, чтобы он рассматривал, проинвестировал сам, подключил людей, и уже начал пользоваться своим бонусным счетом в личном кабинете, и у него появляется возможность бонусного счета 1800 долларов, одноразовым платежом, а к этому можно и нужно стремиться, это будет работать и на повышение его статуса в системе, уровневой системе инвесторов Skyway Capital, вот, и он получает дисконт 231, тем самым 415 тысячи восемьсот акций, или же соответствующее количество долларов, это уже достаточно интересный, массовый и достаточно выгодный бизнес, но есть люди, которые уже сегодня, когда мы с ними беседуем, готовы вступить в инвестиционный бизнес, и тогда мы им советуем, естественно, бизнес старт пакет, это два раза по 300, он 600 долларов, человек знает, да, вы посмотрите, здесь, естественно, дисконт немножко меньше, но суть сейчас не в том, чтобы сразу иметь какой-то большой дисконт, вот, а этот пакет дает возможность развивать свой бизнес очень интенсивно, вот, и тогда развивая свою структуру, на первом шаге человек получает 990 акций, 990 тысяч, извиняюсь, соответствующее количество долларов, вот, а на втором шаге можно тогда уже рассматривать, например, мультипликатор, где человек начинает, берет 500 на 10 месяцев, это 5000, здесь уже дисконт 230, 1 к 2, там 30, и таким образом, первые почти 100 тысяч, и здесь, таким образом, миллион 150 тысяч акций, все это умножено на 3%, это мультипликатор дает такую возможность, весь имеющийся у человека пакет акций мультиплицируется или увеличивается на 3%, таким образом, в целом, тогда человек становится владельцем, первое, 115 плюс 99, это 1 миллион 249, и это умножить на 3%, получается 1 миллион 286 тысяч 470, то есть почти 1 миллион 300 тысяч, это достаточно быстро, в течение, как бы, таких, как бы, ну, правильных шагов массового бизнеса, и есть, как бы, третий еще подход, или третья категория людей, которые хотят делать стратегические инвестиции, и они начинают метаться, а что же сделать, взять ли 500, взять ли 10 раз по 500, очень просто, разовая инвестиция, 5 тысяч долларов, очень хороший дисконт, очень хороший дисконт, 240, что что-то такое, да, ну, вот все подряд, так, очень хороший дисконт, это миллион 200 тысяч акций, вот, что дает возможность на последующие инвестиции сразу перейти на мультипликатор, и таким образом, скажем, к этим миллион 200 тысяч 3% получить, и плюс еще с мультипликатора 5 тысяч, или 500 на 10 месяцев, 5 тысяч, тоже хороший дисконт, 1,230, и таким образом, человек становится владельцем почти 2,5 миллионов акций, и, естественно, такого же количества адекватно в долларах. И разовая инвестиция, если, например, человек говорит, да, я бы так вот по-крупному сразу проинвестировал, стратегический, я хочу эффективный пакет, тогда 10-тысячный пакет, 265 к одному, вот, это дает сразу, ну, естественно, и один из пакетов инвестиций или инвестиционный проект строительства объекта, может быть следующим, последующим инвестиционным, как бы, шагом, но, естественно, почему бы не тот же самый мультипликатор, но может быть и объект, потому что человек протестировал на 10 тысячах вариант возможности работы, и таким образом смотрит, что же можно делать дальше, и получает адекватный ответ предложение из системы, инвестиционной системы предложений Skyway Capital. То есть, это так называемые условные возможные варианты для трех категорий инвесторов, вариант инвестиций, это для мелких, ну, кто с мелкого, может, но это малоэффективный, но для кого как, значит, массовый, выгодный бизнес, то есть, это люди, которые приходят на бизнес, я не исключаю, что и стратегически эффективный, человек понимает, ага, после первого пакета инвестиций понимает, все зависит от того, как с ним работать. Это для нас или для тех, кто использует, начинает использовать и возможности просто личного кабинета, для того, чтобы работать по двум направлениям, как вы помните, мы говорили, да, что есть как минимум два возможных направления построения своего бизнеса. Это, во-первых, быть самому инвестору, инвестором и строить по, как бы, свою инвестиционную тактику и стратегию, переходя от одного статуса к другому, лидер, там, и так далее, и так далее, до эксперта, вот, используя поступление, которое дает такая работа, наращивать свой инвестиционный, как бы, портфель. И второе, это просто, значит, работать со своим инвестиционным портфелем и тоже делать бизнес в будущем с этим портфелем. Вот таким образом, в зависимости от этого, люди могут выбирать и переходить тогда, становиться выгодным, заниматься выгодным бизнесом, хотя на первом этапе, как бы, вошли в категорию стратегически эффективных инвесторов и не собирались переходить, ну, как бы, на категорию стабильных и эффективных инвесторов или выгодных, выгодного бизнеса, скажем так. Так, теперь, значит, что? Нигде нет реквизитов для оплаты. Так, Армен, а что это за, тут идет у нас дискуссия? Так, дорогие друзья, обделенных не будет. Так, какие страны остались обделенными? Ну, я смотрю, тут идет большая дискуссия. Так, сейчас, одну минуточку. Такую цифру. 123 страны. А, ну да, значит, 123 страны. Ну, да, где-то 123-125. Ну, Сибиряков, если он вчера озвучил, значит, он уточнил это в системе статистической статистики. Ну, если при чем-то объединенными. Обделенными никто не остался, Елена. Все, кто работают, те работают. Это, как говорится, 123 страны. Это те страны, где хотя бы по одному, по одному. Есть страны, где у нас 1-2 инвестора. Есть страны, где у нас уже тысячи инвесторов. Все зависит от того, сколько инвестируют, как эффективно инвестируют и так далее. Поэтому здесь ничего страшного нет. Почему нигде нет, так, по теме длина, официальных реквизитов для оплаты? Почему? А какой еще вопрос о наличии документов, официально подтверждающих оплату именно компании? Буду ждать ясного. Так, Армен. Вы знаете, Армен, я не совсем понимаю ваш вопрос. Значит, почему не официальный реквизит для оплаты? Оплаты чего? Вы не оплачиваете, вы вступаете и начинаете инвестировать. Вот. У вас есть, я так чувствую, Армен, вы уже второй раз этот вопрос задаете. Вы что, в прошлый раз не выяснили себе, что ли? Я вот вспоминаю, точно один к одному такие же вопросы были, задавались 20 какого-то декабря. Значит, вы заходите, все зависит от того, кто вас пригласил. Зашли ли вы как-то, значит, через сайт Skyway Capital. Там есть все реквизиты, вы даете, как вы выходите на оплату, вам выставляется счет. Вы по этому счету осуществляете оплату. Все реквизиты есть. Так. Армен, на прошлом вебинаре вам... Так, 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 да. Да. Армен. Например, если покупать авиабилет, сайт... Ну, да, причем авиабилет, дорогие друзья. Тут несколько другая система. Так, дорогие друзья, есть ли у вас вопросы сейчас по по этой, по сегодняшней теме? Я сейчас не вижу вопросов, кроме Армена. Значит, Армен, давайте мы отдельно с этим делом разберемся. Так, сайт перенаправляет на платежи все ясно и четко видно, сколько и кому платишь даже и за что. Я так понимаю, что и в нашем кабинете Skyway Capital вы тоже видите, кому, сколько вы платите. Вам четко показывается, если вы выбираете одну платежную систему, то столько-то процентов уходит на посредников, которые эти деньги перенаправляют в компанию Skyway Capital и далее перенаправляются в головную компанию, в Эко-технопарк, в GTI, в Эко-технопарк. А в чем суть этого инструмента? Так, 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 стоп, 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 пошли вопросы. Так. Так, в чем суть этого инструмента? Ага, Ирина, значит, автоматизация какая? Значит, суть вы имеете в виду upline, но суть инструмента в том, что появляется приложение, где вы можете работать со своей структурой и пользоваться всеми, как бы, стандартными средствами, которые необходимы для того, чтобы человек получал адекватную информацию об системе Skyway, о системе оплаты, о системе введения личного кабинета, массу вопросов у людей бывает, получил бы на них ответы, и чтобы он не выпадал бы из поля, как бы, ну, интенсивной или, скажем, нормальной работы, не находился где-то. Это так называемый ваш дополнительный инструмент, если он вам интересен и нужен тому, кто ведет свой многоуровневой или сетевой бизнес. Плати картой визы и все увидишь. Ага, Армен. Тут на сайте при попытке купить пакет вышел скриншот с номером кошелька, надо самому перечислить, разные номера, кошельки. Ну, Армен, вы один к одному задаете те же самые вопросы. У меня в банковском отчете видно, куда... Да, правильно, Ольга, абсолютно правильно. Кому видно? Кому видно, кто платил, кому и видно. Вы платите, вы смотрите в банковском отчете, правильно Ольга вам из Лондона говорит, все четко оплачивает мастер-карт без проблем, да. Да, правильно, Ольга ответила. Ей, естественно, видно тому человек, который оплачивает. Да? Галина, спасибо. Я точно то же самое хотел предложить. Зайдите в кабинет и разберитесь, все понятно. Если непонятно, тогда свяжитесь вам. Мы вам в прошлый раз предлагали свои услуги, присутствующие на нашем вебинаре, чтобы разъяснить, что и как делать. Да, техподдержки. Почему бы и нет, Анатолий, правильно? Так, дорогие друзья, значит, давайте тогда сегодня будем заканчивать. Благодарю вас за... Ага. В какой момент работы с потенциальным партнером подключаем Аплайн. Ирина, значит, Аплайн планируется, пробное его, как бы, использование с февраля месяца, но полностью он в работу войдет не раньше марта. И возможность покупки Аплайн и им пользованием будет, как бы, предварительно предоплата. Она будет дешевле, скорее всего. Такая есть, по крайней мере, видение там на половину дешевле, и потихонечку можно будет... Да, если вот мне тут коллега, значит, Инета Анджана, которая сидит и, как бы, тоже участвует в нашем вебинаре, говорит, что правильно, тут два варианта, или не два варианта, а две точки отсчета. Первое, когда Аплайном начинаешь пользоваться, когда начинаешь работать с людьми, и с новым, и туда вводишь, и туда вводятся все те, кто у тебя уже существует в твоей структуре по статистике, да? Разносишь их по разным местам, где они находятся, хотя бы те же самые, кто у нас просто зарегистрированы, но не инвестировали. Они тоже все будут в этом же самом Аплайне. А если я вас правильно понял, ваш вопрос, то Аплайн инструментарий, как приложение в нашем личном кабинете, появится с февраля месяца для пробной апробации. В какой момент работы с потенциальным партнером подключаем Аплайн? Вы знаете, вы подключаете сразу, и на этом мне правильно задала, все-таки проект комментировал, с момента первого контакта, с нулевого, скажем так. А дальше уже видите, какие материалы вы ему отправили, что он посмотрел, открыл, закрыл, прочитал, прислал вам вопрос, вы отослали ему ответы, вопросы-ответы, вам не надо нигде рыться, вы все получаете из Аплайн, понимаете, да? Однозначно одним кликом, двумя кликами. То есть это сокращает массу расхода времени. С того момента начинаете работать. Так. Ну, кто вас пригласил, Галина. Ну да, почему бы нет. С кем насчет переводов на английский разговаривать? Николай. А что переводить надо на английский? Николай. И дело в том, что, значит, материалы есть, есть английский язык в личном кабинете. Что переводить надо на английский? Николай. И планируются ли вебинары на английском? А, да, конечно, конечно. Если на английском вебинары планируются, по-моему, ведутся Иннета. Нет? Пока еще нет. Иннета мотает головой. Пока не ведутся на английском. Были пробные вебинары, они есть. Мы, пока Capital не ведет систематические вебинары на английском языке, планируем в ближайшее время. Я так думаю, что это тоже февраль месяц, когда они все будут. Скрин, сохраненный скрин, да, есть. Так, есть еще вопросы, дорогие друзья. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Желаю всем удачи. Хорошо встретить новый год по старому стилю, задать себе правильные стратегические и тактические задачи на предстоящий год и их правильно, последовательно выполнять. Вот. И приглашаю на следующие вебинары, где мы будем уже более подробно вникать в систему Upline шаг за шагом. Сегодня я вам так огульно сверху показал просто те шаги, которые, ну, как бы, будут происходить по системе Upline. Спасибо. Всех благ всем вам и вашим близким. Строй сковей. Спасай планету, дорогие друзья. Всего доброго. Спасай планета.